Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Парень 19 лет, уже где-то около месяца, меня ночью тревожный мысль. Мне кажется, что жизнь, всё хорошее в ней проходит или уже прошло мимо меня. Учусь в колледже на 4-м курсе, совмещаю учёбу с подработкой на автомойке и беспокоюсь о том, что не уверен, что найду работу лучше. Через полгода, скорее всего, отправлюсь в армию. И вот так уже называемые лучшие годы прошли. Комплексию из-за того, что к 19 годам не было отношений, я заломлённый и скомплексованный человек. Рассказывал своих чувств, даже так и в текстовом формате вызывал это много сомфот. Ранее у меня в жизни уже были эпизоды, когда я какое-то время сутки напролет переживал эти души, которые через время начиналось считать абсурдными. Но никогда ещё не было настолько тревожное. Несколько раз повышалось давление, хотя раньше никогда с этим проблем не было. Часто болит голова иногда, начиная ходить по комнате и стороне в сторону. Плохо засыпаю. Новый день начинает снова с этих мыслей. Помогите, пожалуйста, советам, как мне справиться с этими тревожными мыслями. Смотрите, несколько моментов хочу вам сказать. Первое – это то, что тревожные мысли можно и нужно проживать, то есть их можно и нужно проговаривать, их можно и нужно выражать, то есть по сути делать то, что вы не делаете. По сути делать то, что вам делать тяжело – это первое. Второй момент – это то, что ваши тревожные конкретно мысли довольно сильно подходят, довольно сильно похожи на навязчивость, то есть механизм навязчивости. Вот и соответственно с этим вам лучше, конечно, обратиться к врачу, к врачу-психиатру, либо к клиническому психологу. Вам данный специалист поможет несколько более лучшим образом. Ещё мне показалось, что у вас довольно сильно развиты требования к себе. Вот очень большие требования к себе. Вот. Собственно, на мой взгляд, ваша закомплексованность, она как раз таки, на мой взгляд, проистекает из вот этих вот непомерных высоких требований к себе и оценки, с одновременным зажатием вообще того, что вам хотелось бы, с одновременным зажатием того, что вы могли бы хотеть, с одновременным зажатием того, что вам нравится и так далее. Кроме того, я бы сказал, что у вас есть некая такая склонность к тому, чтобы, поскольку вы зажимаете свои чувства, то вам нужно как-то взаимодействовать с окружающим миром и, соответственно, чтобы взаимодействовать с окружающим миром в условиях подавления своих чувств и своих реакций, вам нужен контроль. И вот, когда что-то из этого контроля выходит, у вас начинаются, на мой взгляд, серьезные трудности и серьезные проблемы. Вот, потому что вы не знаете, как реагировать на то или иное, вы не понимаете, как реагировать на то или иное, вы реагируете так как, ну, так как вам, например, кажется более-менее адекватно, да, но все равно вы не можете не чувствовать, что этого не даст недостаточно, вы можете просто-напросто, ну, бояться того, что там совершить какую-то ошибку и так далее. Вот, то есть вас что-то пугает. Пугает вас что? Упущенное время? Вот, давайте как-то вот для начала с вами определимся, что именно вас пугает, чего именно вы боитесь. Вот здесь. Вот, нужно увидеть, чего вы боитесь, нужно увидеть то наступление, чего вы не желаете, наступление, чего для вас, ну, представляет достаточно серьезную угрозу. Вот. Что касается тех вызовов, с которыми вы, условно говоря, сталкиваетесь, то, на мой взгляд, вам здесь лучше проконсультироваться с туристами, если вы хотите узнать о том, как можно обратиться и как можно с этой ситуацией справиться так, чтобы вам было хорошо. Вы пишите о том, что неуверенностью найдете работу лучше. Я думаю, что здесь это ощущение связанное с чувством, ну, не знаю, с чувством неполноценности, с чувством стыда. Вот. С чувством, может быть, может быть, какой-то ущербности. И работать, как вы понимаете, в этом смысле необходимо именно со стыдом, с чувством стыда, который есть. С чувством стыда необходимо работать, можно самостоятельно, но в вашем случае, я думаю, не получится. Я бы рекомендовал вам для начала определить, действительно ли это стыд, потому что я могу ошибаться. И если это стыд, то посмотрите, какие чувства там еще есть и как бы вы могли их выразить и кому. Я бы сказал, что у вас, ваше самоощущение полностью выступило вместо оценки. Вот. То есть, иными словами, там, где могла бы быть ваша, могли бы быть ваши чувства, могли бы быть ваши ощущения, могли бы быть ваши, ну, скажем так, импульсы, да, какие-то вот желания, например. Так вот, там, где все это могло бы быть у вас, у вас этого нет. Вот. У меня все это есть только личная оценка. Вот. То есть, есть вот оценка. Такая, знаете, оценка, я бы сказал, тотальная. То есть, вы тотально оцениваете себя, оцениваете себя вы во всем. Ну, и совершенно понятно, что вам максимально тяжело и максимально болезненно в этом состоянии находиться. Еще бы. Как говорится. Вот. То есть, то, что вы себя так чувствуете, это, ну, на мой взгляд, более чем нормально. Вот. А я думаю, что вы еще, ну, хорошо, так скажем, вы еще хорошо, ну, держитесь, как бы, да. То есть, вы хорошо еще себя, получается, воспринимаете. Вот. Могло бы быть все, на мой взгляд, гораздо, гораздо, гораздо хуже. Вот. То есть, ключевой момент заключается в том, что вы очень сильно, очень много себя оцениваете. Вот. От оценки, от оценок нужно отходить, как мне кажется. И потихонечку переключаться. Вот. Потихонечку переключаться нужно на другое. Вот. Себя. Больше. На себя. Свои ощущения. Вот. Которым сейчас, на данный момент, на мой взгляд, вы не доверяете. Вот. И, в общем-то, это, как, ну, как мне видится, и является основной проблемой вашей. Вот. И если, вот, психолог может, может вам помочь, то только, вот, научит, научит вас, слушать свои чувства, слушать свои эмоции, вот, и учить свои хораза. Вот такая вот история здесь. Поэтому я бы сказал, что работа, психотерапевтическая работа, да, она вам нужна, да, самостоятельно. На мой взгляд, вы не справитесь с этим, то есть, ну, на мой взгляд, не справитесь. Вот. Ну, если у вас действительно есть навязчивые мысли, вот, то я бы настоятельно начал бы с врача. Вот, психиатра, вот, либо, значит, клинического психолога, вот, для того, чтобы понять, что вообще с вами происходит, да, и, значит, какое реальное у вас состояние. Врач, психиатр, также назначит вам, назначит вам, ну, как бы психотерапию, вот, и скажет, значит, какая психотерапия конкретная. Какая. И на что она должна быть направлена. Вот. Вы так сможете получить именно, вот, целевую, целевую помощь, направленную непосредственно на ваши проблемы. Вот. Либо вы можете сделать, как, вы можете обратиться к врачу, психиатру, опять же. А вот. А после обратиться к психологу здесь на сайте, да, и, значит, начать работу уже с ним. Вот. Решать вам. Выбирайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. И я позволю вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Х Rachа.